Александр Михайлович, а Вы в курсе, что общественное движение «За наш город Герой Севастополь» написало обращение Владимиру Владимировичу Путину во многие государственные организации, общественные организации с правом дать оценку? Наше обращение связано с предательством, а именно с коленопреклонением Михаила Развожаева, которое было осуществлено 3 октября 2020 года перед могилой французских агрессоров. Как Вы думаете, имеет ли право высшее должностное лицо города преклонять колено перед воинами-агрессорами? Какое Ваше мнение по этому поводу? Душу Богу, а честь никому. Ну а это вот тот маразм и то, вроде бы, такое мероприятие, которое было на французском кладбище, оно не вписывается, наверное, ни в какие критерии чести мира. И, мало того, я извиняюсь, конечно, приказ министра культуры Российской Федерации, перчин к культурному наследию, отнесенных и внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятник истории культуры народов Российской Федерации. И, представляете, что туда внесли? Памятник англичанам, погибшим в Балаклавском сражении, в 11 километрах Ялсенского шоссе, мемориал памяти погибших в Крымской войне, французских воинов, по которым Вы говорите, турецкое воинское кладбище, памятник англичанам, участникам Крымского сражения в Сузоверской высоте, Мемориал памяти погибших в Крымском войне, английских воинов, это на хуторе Дергачи. Это, представляете, с каких это пор оккупанты, пришедшие нам смерть, голод и разруху, являются составной частью народов Российской Федерации. У нас Министерство культуры берега попутало, наверное, а те памятники, схранения, наследия, которые отдали, воевали наши деды, наши прадеды в Крымском войне, то братские кладбища, братские мемориальные кладбища, которые у нас находятся в бесхозном состоянии, брошенном, до них руки доходят, а это внесено культурное наследие Российской Федерации, которое стоит на балансе, в котором выделяются деньги. Мне зададут вопрос, ну типа, а 41-го, немецкие захоронения там? Да, но по межправительственным соглашениям они наговорены, и, как говорится, уход за братскими захоронениями, частные. Это допускаемые межправительственными соглашениями, но это Министерство культуры вносит перчень объекту культурного наследия. Мы до чего дошли? А братская могила на городском кладбище под водиком Камбале в 909 году, захороненное оно? Никому руки не доходят. Это я просто говорю. А то, что рядом, ну, которые могилы смотрят, вчера открывали вечером, память к чему? Граждан, окончание гражданской войны. Но и так я задаю вопрос. Господин губернатор, когда у нас война закончилась гражданская, разгромили атаманов, разыгнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход? Это 22-й год. А, как вы сказали, окончание гражданской войны на юге России, допускаемый вариант. Не окончание гражданской войны, а бег интервентов с юга России. Хорошо, мы можем сказать, что, да, закончилась на юге России гражданская война. Но вопрос в том, что мы открываем закон города Севастополя о памятных датах. И смотрим, а где же памятные даты окончания гражданской войны на юге России? Нет там такой памятной даты. А знаете, какая есть памятная дата? Исхода русской армии. И вопрос в том, что очередной раз нас, жители города Севастополя, обманули, подмогу сделали. И сказали, что памятник окончания гражданской войны. Это вы, наверное, себе делаете исход. Но, и чтобы быть красивыми, хорошими, мы отсюда снова убежим. Но народ-то все помнит. И каждому отдастся по заслуге. И Евгения Россия и Роснажаев не должны занимать какие-то простые города вообще. Где-то поднять. А я заводна нахожусь. И все, вот это поднимание. Это должно быть контролируем. Много больше, чем в Севастополе, видимо. То есть у нас уменьшили. Но все дело для севастопольцев. Никто ж не спорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова